А спонсор сегодняшнего выпуска сайт wikishopper.ru Это сайт, на котором собраны все действующие акции, скидки и распродажи Сайт сотрудничает с огромным количеством топовых российских и зарубежных интернет-магазинов Таких как Мазакея, Киндерли, Мамси, Алиэкспресс и еще более тысячи известных магазинов Работает это просто Например, вы хотите что-то купить для вашего ребенка и не знаете в каком интернет-магазине какие скидки И wikishopper в этом вам поможет Просто заходите в раздел детские товары и смотрите, где какие скидки сейчас действуют в детских магазинах Сайт бесплатный, ссылочку оставлю в описании Вот такой вот чудной компании И мы тут собрались кое-куда съездить Что община? Какой дурак лежи Внизу Здесь закрылась и нормально, да? Ты переживаешь Ну мало, здесь сумасшедшие Сам ты валет бубновый Поехали Поехали Я валю по-куда не все Я не люблю вальтов бубновых Конечно, ты должен быть таким самым единственным и неповторимым А кто встретится на твоем пути, так это же непорядок Вальта бубнового, что надо сделать? Брать Побить 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 вальта бубнового Я безнаделся щекой Ты на альфу теперь похож, пес Вот у нас сегодняшние развлекушечки Мясо Сидеть Ирбис Расколбас Псовый Что? Кого? Комара дачного Он же сожрет Он просто высосит Слушай, обратно руками вот так давишь, вот эти крокеры могут Ирбис Слушай, вот эти крокеры могут приобрать Ирбис 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 вообще этому очень удачно выехали прошли те времена когда мужская ладонь была на женской коленке теперь он начесывает ирбис который возлёг на мои ноги мне нужно купить два графина их я буду использовать один для молока а второй для господи какой я жирный так может не надо прикрываться а худеть начать надо нет вот ирбис нормально голову поставил там не видно муж боится начинать худеть потому что он боится худеть он думает что ему не пойдет быть худым треки то идиот все будут думать что мальчик сухенький хиленький а так он статный ну это ты так называешь статный у меня близок не повернулся это бы сказать я тебе скажу что ты мягко даже не пух слушай уже не пухлый это жирная свинья тоже только поменьше это маленькая начинающий поросенок такой на пуху это относительно к детям или к девочкам что она пухленькая хотя бы мягко потому что женщина тебя расторопает лицо если бы ей скажешь что она маленькими толстыми пальчиками дом милый дом на улице дождь поэтому сегодня мы уже мне кажется нагулялись отлично после свежего воздуха всегда так хочется поспать и завтра икея сегодня у меня вечер будет как бы по идее много денег не хочется тратить и нельзя но какие-то вот такие вот мелочи не знаю для меня поездка в икею это вот просто отключить мозг и расслабиться и купить какую-нибудь мелочевку но она будет радовать действительно она будет но такой покупкой которая приятно себя радовать необходимые если вот это вот выражается вот это очень злобная девица сама развивать что нет ты не злобная добренькая а сзади футболист истеричка какой-то пример подаешь своей сестре давай сама этот период я сам как он начался так он не кончался он просто прогрессирует и прогрессирует давай вытаскивать вытаскивать помочь у меня получилось ей ну и что вы тут делаете чудная компашка огромное всем спасибо за советы про хлебницу это та покупка которую я буду совершать ну явно не сейчас и не в ближайшее время но много чего взяла на заметку и те кто выбирает хлебницу добро пожаловать там пред предыдущий влог там я спрашивала много комментариев на эту тему ну в общем я сейчас буду выбирать между уже деревянный и деревянные какие с каким-нибудь пластиковыми такими крышками либо целиком пластик тоже мне советовали фирму не не помню называется если вспомним то пропишу вот под этим на этом ролике да там какая-то хитрая-хитрая вот тут и советует кто-то ее не советует вот но в целом поняла что сталь это не мой вариант потому что она пачкается хотя она смотрится красиво ну я имею ввиду что туда замучаешься и очищать сейчас у меня список распродажных товаров икея я себе делаю скриншотики того что мне нужно значит у подружки присмотрела такую клевую идею это абсолютно она не моя а именно такой графин с пробковой крышкой большой он литра на 2 и туда может быть на 1 литр прекрасно заливать молоко из мягких пакетов и хранить в холодильнике вообще элементарно просто и очень удобно ну как известно молоко мягкие пакеты стоят дешевле а по качеству можно найти и те которые лучше ну на мой взгляд это прикольная мысль мне она понравилась вот и хранить эти пакеты как-то все-таки удобнее шваркнул их и места не занимает не только пластиковые бутылки следующий кстати опрос народа населения это посудомоечная машина у моей подружки и киевская посудомоечная машина стройка полноразмерная и я тоже буду себе смотреть именно полноразмерную не узкую а вот такую нормальную обычную широкую читала отзывы на и киевские опять же но они разнятся то есть там реально 50 на 50 у кого-то они ломаются но там гарантия 5 лет разве что у кого-то они нормально служат посудомойка это вот то что я куплю себе просто обязательно соответственно я планирую в икее закупиться посуды в больших количествах в дальнейшем в общем много чего хочется посудовойка я так посчитала что примерно выйдет в 30 тысяч это наилучшим раскладе а то и 40 я думаю будет стоить но ну это как и с объективом я считаю что эта покупка будет очень очень нужна оправдана ну и и даже так если судить с точки зрения экономии посудомойки себя оправдывают даже по расходу воды электричество это лучше чем постоянно несколько раз день не набывать посуду я тут про посудомойки рассказываю да муж о том что у нас будет полноразмерная посудомойка готовь 40 тысяч мужик а вопрос то он какая икея либо какой-нибудь там хитрые фирмы типа bosch электролюкс выдержать так прости пожалуйста кофеечек дочь плачет дочь плачет дочь плачет дочь больше не плачет чай на чищены картоха с утра намекает что быть сегодня драником обычно их у меня готовится утра муж но например он их вчера готовил нам на завтрак но так как мы уехали за горя то мы не успели позавтракать вообщем то поэтому быстро довольно Выскочили из дома и даже не попробовали эти прекрасные мужниные дранники, соответственно, он их съел. Поэтому сегодня я решила повторить его опыт и буду делать по-своему. Вот на это количество мне потребуется одно яйцо и, не знаю, ложки 3-4, наверное, муки. С блендером все вместе абсолютно в одну и ту же массу. Возможно, немножко солью жидкости и буду обжаривать. Дранники жарятся. Какая-то часть из них уже готова. Моя большая проблема с утра. Не могу есть с утра, поэтому я без понятия, как тут с солью, как с перцем. Буду позже пробовать. С утра настроение поднимает, а? Причесываться, пойдем? Пока ребенок завтракает, расскажу вам тоже еще одну такую тему, что раньше я всю еду пробовала, которую готовила. Ну, не знаю, может быть, это неуверенность в том, каким будет вкус. Сейчас, ну, наверное, с возрастом уже, знаете, вот солью, перчу, специи добавляю. И редко, когда я что-то пробую, будь то суп или там бульон или мясо или что-нибудь. Вот просто кидаю специи туда, а там уже по факту. Когда сидим, кушаем, едим, и все вроде нормально. Вроде всех специй достаточно. Это, наверное, опыт называется. Это плюс к тому, почему раньше я была такая полненькая, много пробовала, пока готовила. Горочка драников готова. Ну, всем вот кушать, приятного аппетита. И мы тоже, наверное, пойдем сейчас завтракать. Ну что, дети оставлены дома. Я и мама неспешная будет у нас сейчас прогулочка по Икеа. Ой, с огромным удовольствием. Я не знаю, буду ли я сейчас что-то снимать. Но, честно, хочется именно в удовольствии прогуляться, потому что с мужьями это вечные скачки тортика с детьми. Это вечные. Иди сюда, не убегай. Сюда нельзя, сюда можно. Вот это вот не очень нравится. Да, 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 мне тоже. Так, всякие штуки, разделители. А мне вот эти вот штуки нравятся. Штаны сюда развесил и супер вообще. Вот, целый шкаф 39 800 плюс зеркала. Ну, они такие симпатичные. Мы тут все-таки в раздумьях насчет вот этой вот системы. Она безумно нравится. Сколько? Что даже сама могу прикрутить? 1800 раз и ведро вот такое. Оно сюда поместится? Дай посмотрим. Оно прекрасно сюда поместится. Она так и задумана. Потому что, ну, в сортировке мусора я в наших реалиях не особо вижу смысла. По-моему, круто. Вообще. Вот, ну, только у меня проблема в том, что полезет ли по высоте. Я не знаю. Мне полезет. У меня не факт. Все прекрасно полезно. Вот, а я собралась вот такую штуку брать. Сейчас? Да. Она дешевенькая, но мне она нравится. Нет, губки здесь отвратные в Икеа. Не покупайте их. Я тебе уже принесла. Так, ладно, смотрим дальше. Очередная кухня нашей мечты. Во-первых, вот такие вещи. Просто. Ну, дешево за счет того, что здесь такая вот дверца. А внутри просто направляющие железные штуки. Это экономия места, потому что здесь можно, ну, вот, пожалуйста, там тарелки какие-то. Сравить кастрюлю, я не знаю, что там вроде. Дальше что у нас здесь? Такая выкатная конструкция. Вот, кстати, про деревянное наполнение я говорила. Быстро убивается. Особенно если рядом с плитой. Ну, жир все равно летит. Но подсветка. Подсветка это круто, да. Не напасешься. О, слушай, вот мне хотелось вот эту пощупать. Мне нужна толкушка. Нормально вообще или сломается быстро? Сломается, наверное. Но мне она нужна. Молодцы хорошие. Да? Что такое? Нет. Ну, в общем... А-а-а-а! Мне подсветки нравится. Духовку не открыть. Ну, ладно. Ой! Что это? Это что? Духовка. Что это? Сюда 10 рублей надо, чтобы пользоваться? Я понять не могу. Вот, посудомойка. 29,940. Да-да-да, 30 тысяч, но зато встроенная. Ну, плюс еще фасады, плюс вся фигня. Но мне... А, кстати, вот, по-моему, у Алины вот такая полноразмерная. Ну-ка, открывается на целиком. Кайфовая вещь все-таки. Я хочу себе посудомойку. Однозначно. И мойку тоже вот хочу двойную. Где-то, наверное, вот подобного плана. То есть не очень большую, но с двумя. 15 тысяч, офигеть. Что это? Сместитель? А, это все, наверное, да? Мойка. Мойка. Не знаю. 15 тысяч. Да ну нафиг. Вот это офигительно. Шшшш. Да ну нафиг. Вот тебе хлебница-то хотела. Мне не нравится эта хлебница. Железная. Ужасная. Ну вот тоже хочу широкую сушилку обязательно. Потому что узкие меня смущают. А широкая это удобно. Здесь чашки там всякие, ну, как у нас сделали, например. И с тарелки. Как раз я хочу, скорее всего, верхние белые и глянцевые. Потому что на них не особо все-таки видны отпечатки. А внизу все-таки матовые. Потому что дети будут щупать и все такое. Следующая гардеробная система, которую мы тут рассматриваем. Тоже интересные. Эти бокатные ящики. Мне понравилось сохранить вот по методу конмари. Складывая. Но вот эту штуку я обязательно себе хочу тоже. Потому что безумно удобно. Джинсы повесил. Даже кофты и какие-то те вещи, которые, например, ежедневно ты носишь. Ну и они не очень запачкали. И как мне нравится подсветочка в этих шкафах. Просто обалдеть. И наверх всякое то, что неликвидное. Вот. Еще раз повторюсь. Безумно мне нравится вот эта вот идея одинаковых таких шкафов. Нажал. Пошел. Но они мне больше даже нравятся для кухни, я бы сказала. Хотя кухню тоже. Вот сейчас посмотрели. Много разных систем. Все интересно. Просто смотрится, ну, ненапряжно, когда нет ручек. Шкафчик, который мне нравится для прихожей. Но я бы взяла бы в светлом цвете. 10 тысяч рублей. Хемнес. Действие в том, что, ну, вот здесь для всякой мелочи. Конечно, он выполнен, ну, не из самого лучшего материала. Ну, здесь просто обувница. Что, это микруха? Это микруха. Беленькая. Не вот эта вот, в ней. Просто вниз. Сколько такое счастье стоит? 40 тысяч? Я, не, 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 не. А потом вот такие громоздкие шкафы. Лучше уж тогда сетки. Они будут лучше чиститься, съемные. Но в целом, конечно, вот для хранения, круп, там, всякой ерундистики. Прикольная была. Вот на этой кухоньке прикольные вот такие ручки, фурнитура. Слушай, они обалденные. Такие, во-первых, тяжеленькие. Во-вторых, ну, наверное, мыть не так сложно. Круто. Очень нравится. Но за них будешь цепляться постоянно. И я вечно своими костлявыми боками бьюсь в такие выступы. И штуки-дрюки очень больно. Ну, все, наверное, сто раз говорили об этой идее. На больших полках хранить. Ну, это самим можно сделать. Ну, вот прикольно то, что наоборот прицепили. Получается тык-тык-тык-тык. Круто. Для девчонок, как временный вариант, пока нам не нужны всякие уроки и занятия, я вот хотела взять еще один стульчик и стол поширше. Чтобы они вдвоем могли там что-то делать. Измеряй. В общем... 22 сантиметра она. 22 сантиметра? Ага. Она у меня, в принципе, на входе препятствовала. Поместится вот там. Вот мне она нравится, я ее хочу. В ней что прикольно? Гладкая такая, глянцевая. Да. Ну и вот... Высоту она... Высоту она 100. 100? 100. Отлично. А вот мы уже набрали тут. Ужас. Да? Ну, знаете, вот набрав вот эту целую тележку, я опять признаюсь, Икея в ненависти. Ненавижу этот магазин. На самом деле сейчас ищу сканер, чтобы посчитать вообще все, что мы тут набрали. Ну, вот и выложить то, что не вписывается в бюджет или не очень нужно. Я так всегда делаю. Всегда выкладываю покупки. Сначала нахватаю, а потом выкладываю. Ну, вот это вот самая основная вещь, которая будет способствовать принятию решений. Ой. Все. Вооружаемся калькулятором. Считаем. Закупились. Ужас. Дома покажу покупки. Ну, или отдельно уже в каком-нибудь ролике. Вот так. Вот. Даже не знаю, плакать или радоваться. Ну, или отдельно уже в каком-нибудь ролике.